Здравствуйте, меня зовут Владимир Мельников. Я люблю заниматься автомобилями, разбираться в них, а также изучать технические процессы по эксплуатации автомобиля. И хочу рассмотреть данную сферу деятельности глазами студентов, чтобы когда у них возникли вопросы в своих учебных заведениях, они уже были готовы к контрольным зачетам и экзаменам. Устройство авто. Тема назначений и устройства контрольно-измерительных приборов. Прежде чем продолжить основную часть данного видео, как всегда хотелось бы напомнить, то что сегодняшнее видео является продолжением моего предыдущего видео, и поэтому чтобы понять сегодняшнее видео, нужно посмотреть предыдущее видео, плюс еще лучше посмотреть целый плейлист на тему основы электротехники. Для правильной эксплуатации автомобиля на нем устанавливают контрольно-измерительные приборы, который предназначен для определенного информирования водителя о техническом состоянии наиболее важных узлов механизмов автомобиля, а также о критических значениях какого-либо параметра. В зависимости от назначения и принципа действия контрольно-измерительные приборы, можно разделить на две группы, указывающие приборы и сигнализирующие приборы. Указывающие приборы имеют шкалу и стрелку и передают информацию водителю о контролировании параметра. К этой группе относятся приборы для контроля давления масла, воздуха, ЗИЛ, КАМАЗ, как собственно вы можете увидеть на данном изображении, также температуру охлаждающей жидкости, уровень топлива, спидометр, тахометр, так и далее. Сигнализирующие приборы главным образом, предназначение о предупреждении водителя о неисправности механизма, так и далее. Вот собственно о чем я хотел сегодня вам рассказать. Да, информация кратенькая, но очень важная. Надеюсь, я кому-то смог в этом помочь. Поэтому не забывайте, пожалуйста, писать комментарий, если я кому-то смог в этом помочь, да или нет. Также пишите, над чем мне стоит работать, над будущими проектами. Также не забывайте про лайки, подписку на канал, колокольчик, про уведомления. Также обращайте внимание на ссылки, которые я оставляю вам в описании. Ну и если есть какие-то вопросы или наоборот жалобы и пожелания, тоже пишите в комментарии. У меня сейчас не такая большая загруженность, чтобы это как-то все дело фильтровать. Поэтому пишите спокойно в комментарии, я постараюсь вам ответить. На этом все. Всего доброго. До свидания.